23 мая в 38 школах Славянского района прозвенел последний звонок. Для каждого из почти 13 тысяч школьников этот день стал по-своему особенным. Наша съемочная группа побывала на торжественной линейке в 29-й школе Станицы Петровской. Журналы заполнены, оценки выставлены, закончился учебный год. Ребята уходят на долгожданные летние каникулы. А педагогам предстоит подвести итоги минувшего 2014-2015 учебного года и уже готовить планы на следующий. Каким был этот год для 29-й школы, рассказала её директор Зоя Ягудина. Казалось бы, только недавно мы проводили праздник первого звонка, и вот сегодня уже праздник последнего звонка. Он проходит в очень знаменательный год, год 70-летия Победы, и поэтому все свои достижения школа, педагогический коллектив посвящают этому знаменательному юбилею. А нам есть чем гордиться. Самое главное наше достижение – то, что наши выпускники 9-11 классов все до единого допущены к готовой аттестации, и это нас очень радует. В этот день выпускники, как 11 лет назад, все вместе, нарядные с цветами, выстроились на торжественную линейку, чтобы сказать школе и детству прощай. Беззаботные детские годы остались в прошлом. Впереди долгий жизненный путь. Перешагнуть первую ступень в своё будущее выпускникам предстоит уже скоро. Но пока расслабляться не приходится. Впереди единые государственные экзамены, которые определяют дальнейшую судьбу. А для остальных учащихся – это долгожданные летние каникулы. Но последний звонок – это не только радость и грусть. Это ещё и своеобразное подведение итогов минувшего учебного года. Впереди ещё экзамены, но о них сегодня ни слова. Уроки закончились. Те, для кого они начались только год назад, принимают учебную эстафету. В подарок от первоклассников выпускникам – стихи. «Мы лишь недавно пришли в нашу школу, где вы проучились 11 лет. Примите же, дорогие ребята, наш сердечный привет». Последний звонок – немного грустный день. На щеках многих выпускников учителей и родителей блестят слёзы. Наверняка в эти минуты каждый вспоминает свой последний школьный звонок, который когда-то так же волнующе и тревожно звучал в жизни каждого из нас. Евгения Шрамко закончила 29-ю школу 18 лет назад. А сегодня стены родной школы покидает и её дочь-выпускница Диана. «Я считаю, что наша школа – самая лучшая школа. И для меня здесь остались родные люди, мои учителя. И мне бы очень хотелось, и так и получилось, что мои учителя учили и моих детей, и учат, и продолжают. И огромное им за это спасибо, и я очень благодарна им». И вот наступил самый долгожданный момент. Момент, который запомнится им на всю жизнь. Последний школьный звонок, который они слушали с замиранием сердца. После школьной линейки ученики с педагогами отправились на урок. Всекубанский классный час, который прошёл под девизом «С победой в сердце», посвящённый 70-летию Великой Победы. А затем выпускники в последний раз собрались все вместе за школьными партами. Пожелания самим себе на будущее по традиции писали на листках бумаги и верили. Они обязательно сбудутся. Восторг от встречи со школьными друзьями, нотки грусти от скорого расставания с родной школой, предвкушение выпускного бала, ответственная подготовка к экзаменам. Все эти эмоции испытывали в этот день ученики 11 класса. Чувства на самом деле смешанные, то есть и как-то радостно, то что 11 лет всё-таки за плечами и, с одной стороны, грустно, потому что всё-таки навсегда расстаёмся со школой, с этими стенами, с учителями, со всеми, кто помогал нам на протяжении этих 11 лет, кто готовил нас ко взрослой жизни. Скажем так, не передать словами, естественно, очень грустно. Оставаться со всеми, с учителями, с друзьями, с которыми сошлись за долгие годы. Последний звонок, простые слёты, взрослая жизнь сменила школьные грёзы. Немножко грустно, немножко волнуешься ты. Надежда Неткочева, Георгий Калинин, программа «События». Георгий Калинин